Без перерывов и выходных круглосуточно на своем посту полгода назад находился врач из Ашайрыс Мамат Респек Уло. Он сражался за жизни пациентов в пик распространения коронавируса. Плечом к плечу с коллегами, в том числе и российскими, которые прилетели на поддержку каргастанцам. Была поставлена задача, что надо было проводить консервисы, мастер-классы. Также была проведена мастер-класс на аппарате ИВЛ, РО-6, СИПАП, ПИПАП аппаратов, а также по курации больных, по ведению больных, насчет антиковидной плазмы, как они вливались, в каких случаях, какие показания. Медики из России прибыли на борьбу с коронавирусом в Кыргызстан в конце июля прошлого года. Тогда кыргызстанцы очень тепло встретили врачей из Уфы, которые делились своими наработками в борьбе с новым недугом. Мы с этим уже боролись, работали в красной зоне, накопили определенный опыт и хотим этим опытом поделиться. У нас была не одна вахта, вахты у нас были двухнедельные, то есть не по разу мы заходили, с такими проблемами работали в этих условиях. Победить пандемию, а именно снизить темпы распространения заболевания и спасти сотни жизней тогда удалось именно благодаря слаженной и дружной работе международных команд медиков, кыргызстанских и российских врачей. Сотрудничество в режиме онлайн продолжается и по сей день, рассказывает врач-инфекционист. В пик пандемии Россия оказала Кыргызстану большую посильную помощь. В нашу страну в красные зоны были отправлены не только врачи, но и тонны средств индивидуальной защиты, антисептики, другие медицинские принадлежности. Все в качестве гуманитарной помощи для народа Кыргызстана. Было очень много полезных информации именно со стороны коллег, приезжавших из Российской Федерации. Гуманитарная помощь со стороны Российской Федерации была, там средства индивидуальной защиты привозили, и некоторые оборудования, таких как кислородные концентраторы, ИВЛ-аппараты. Я вам точно не могу сказать сколько их, но тоже в качестве гуманитарной помощи неоднократно привозили. Сотрудничество продолжается и сегодня. Министры здравоохранения Кыргызстана и России уже обсудили вопрос поставки в нашу страну российской вакцины против коронавируса «Спутник Вин», а также возможности для улучшения материально-технической базы системы здравоохранения Кыргызстана и подготовки, и повышения квалификации медицинских работников. Поэтапно доставлено Кыргызстан и второе мы обсудили о быстровозводимой клинике, тоже Россия поможет построить быстровозводимые клиники. Также мы обсудили специализации наших медиков бесплатно в российских крупных клиниках. Необходимую помощь в борьбе с пандемией, как отметил накануне на встрече с президентом нашей страны Садаром Джапаровым, президент России Владимир Путин, Россия будет оказывать Кыргызстану и дальше. Мы оказывали помощь Кыргызстану и в борьбе с эпидемией. Кстати говоря, я хотел бы тоже удовлетворение тем, что вам удается сделать на этом направлении, сдерживать развитие пандемии, меньшее количество случаев новых заражений. Известно также о пожеланиях наших кыргызских друзей предпринять дополнительные меры для совместной работы по этому направлению. Сделаем все, что возможно, будем и дальше вас поддерживать. На сегодня речь идет о том, что в Кыргызстан будут поставлены полмиллиона доз вакцины от COVID-19. Это будет сделано поэтапно. Также Россия в очередной раз безвозмездно передала Кыргызстану 100 тысяч ПЦР-тестов. В настоящее время российская сторона рассматривает возможность предоставления Кыргызстану технической помощи при строительстве быстро возводимой модульной медицинской клиники для больных коронавирусной инфекцией.